Всем привет! В эту субботу в нашей армянской апостольской церкви будет праздник, день поминовения святого Саркиса. Всем известна та традиция, в соответствии с которой якобы в этот день неженатым людям нужно есть соленую лепешку, которая на армянском, в принципе, называется ахиблит. Они едят эту лепешку якобы, чтобы ночью во сне увидеть своего любимого в будущем, который принесет чашку воды. Итак, нужно ли вообще есть этот ахиблит соленую лепешку или приготовлять его? Как относиться нам к этой традиции? Как и когда она возникла, эта традиция? И какое отношение ко всему этому вообще имеет святой Саркис? Давайте сегодня разберемся. Если мы прочитаем житие святого Саркиса, то есть говоря современным языком его биографию, то увидим, как сильно святой Саркис верил и любил Господа Иисуса Христа. Эта любовь достигла своей кульминации тогда, когда святой отверг требования персидского шаха, его требование было, чтобы он отрекся от своей веры, и из-за этого, с детства этого, он удостоился венца мученика. Одним словом, его убили за это. Полную версию о святом Саркисе вы можете посмотреть в описании к этому видео. Там также будет говориться, как святой нам может помочь, каким образом. Думаю, всем будет интересно. Ну, исходя из такого краткого описания жизни святого Саркиса в этом видео, я думаю, что у вас возникнет вопрос, а при чем тут вообще то, что ты рассказал, и то, что сейчас люди делают? При чем тут святой Саркис, да? Это соленая лепешка, любовные пары, при чем тут вообще это? Если мы обратим свое внимание на календарь нашей церкви, то увидим, что святой Саркис, то есть тень его поминовения, празднуется сразу же после окончания передового поста. То есть с понедельника по пятницу, да, эти пять дней у нас пост, а потом суббота. И вот в субботу и празднуем память святого Саркиса. Ну, хорошо, вы скажете, пусть будет пост, но при чем тут пост из святой Саркис? При чем тут пост с лепешкой, опять же, из святой Саркис? Чтобы это понять, давайте посмотрим небольшой отрывок из небольшого видео. Память. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова То есть получается, что соленая лепешка никакого отношения к святому Саркису не имеет. А.Семкин Корректор А.Егорова 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 с той целью, чтобы во сне увидеть кого-то, то это не христианское отношение, это не христианское поведение. Потому что для христианина сновидение само по себе не может и не должно иметь никакого значения. Об этом говорит и Библия. К примеру, Сирах, сын Иисуса, его книга 34 глава 7 стих, говорит, что сновидения ввели многих в заблуждение и, надеявшиеся на них, подверглись падению. А то, что армянская церковь против вот такого отношения к агиблид, к этой солёной лепёшке, давайте посмотрим вот это видео. И на самом-то деле просто смешно и страшно, и больно, и вполне нелогично желание некоторых людей видеть в бреднях своих сновидений предсказание своей будущности, своего будущего или будущего других людей, или какое-нибудь другое значение. Как быть тому, на существование чего нет никакой причины? В этот момент непонятен нам. Темные силы, которые увидели в нас внимание к снам, стараются придать нашим снам занимательность, в нас возбудить вот к этим бредням большое внимание и начинают постепенно-постепенно ввести нас мало-помалу в доверие к ним. Божья воля в том, чтобы находить, то есть исполнить, воля Божия в исполнении которой заключается спасение человека, она изображена в Священном Писании, в Библии так ясно, так сильно и так подробно, что содействие спасению людей, нарушением общего порядка спасения, делается наиболее излишним и просто ненужным. Но кто-то может спросить у нас, хорошо, а что тогда делать во время праздника Святого Саркиса? Вообще, что нужно делать при воспоминании церковью, какого-либо другого святого? Зачем церковь поминает святых? Вот эти вопросы мы должны сейчас понять. Раз вот такой вопрос задают, то мы должны понять, а что церковь советует, например, делать, когда воспоминает какого-либо святого. Зачем? То есть зачем церковь поминает святых? Наверное, для того, чтобы люди стремились любить Господа точно так же, как и этот святой любил. Или верил в Христа точно так же, как и этот святой верил. Вот чтобы люди стремились. Увидели пример. Вот апостол Павел как раз в первом послании к Коринфянам, 11 главе, в первом стихе говорит, «Будьте подражателями мне, как я Христу». Посмотрите, как святой старкист любил Господа. Прочитайте его биографию, его жития. Посмотрите видео, хорошо, раз не хотите читать, посмотрите видео, которое было в описании, я сделал. Как он веровал в Бога, на что он готов был ради этой святой веры. Простите, Господа, удостоит вас иметь такую же любовь и веру к нему, чтобы во время трудностей, во время сложностей в своей жизни ваша вера не оскудела, не ослабла эта вера. Один из наших священников очень хорошо сказал о смысле этого праздника. Давайте посмотрим видео. Нужно сказать, что этот день католикосам всех армян Гарегином II, этот день также провозглашен Днем Благословения Молодежи. Это очень, очень сильный и хороший удар по всем этим суевериям, которые ранее я сказал. Что теперь изменилось? Давайте посмотрим и подумаем, к чему это может привести, к чему хорошему. А теперь, если вы хотите быть благословенными, не нужно есть этот агиболит и пытаться во сне что-то там увидеть, что-то там себе внушить. Теперь можно прийти в церковь и получить благословение для правильного выбора своей во второй половинке. Ведь Христос говорит в Евангелии от Матфея, 6 главе, 33 стиха, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его», и это все приложится вам. Заметили? Ищите Царство Божие и правды Бога. А не ищите какие-то гадания и сновидения, но ищите в первую очередь то, что Божье. И все остальное, в том числе и ваше замужество, и вашу личную жизнь Господь обустроит. Поверьте этому. Но вы подставьте в своей жизни Бога на первое место, не на второе, не на третье, а на первое место. И все остальное, Господь, будьте уверены, верьте этому. Все остальное Господь обустроит. Субтитры создавал DimaTorzok